Домашние дела, телевизор, заботы, зарплата, покупки, долги и кредиты. В общем, как у всех, обычная жизнь. И день сегодняшний ничем не отличается от дня вчерашнего. А день завтрашний будет точной копией дня сегодняшнего. Человек не проживает жизнь. Человек проживает один день, но много раз. Так пройдут его годы, так пройдет его жизнь. В этом фильме вы узнаете о выгодном коммерческом предложении, который сможете использовать так, как считаете нужным. Мы просто расскажем вам об этом, а вы сами решите, интересно вам это или нет. В любом случае выбор за вами. Выбор, который может изменить всю вашу жизнь. В наше время 90% населения из-за своих нестабильных или низких доходов испытывают некое чувство ущербности перед остальными. Будто бы они из другого общества. Им неудобно говорить о своих доходах. Приходится экономить. И в то же время, соприкасаясь с таким разнообразным и полным возможностей миром, мы хотим найти свое предназначение. Мы с вами хотим не просто любоваться современным миром, но и участвовать в его создании, при этом получая от своей деятельности достойное вознаграждение. Мы мечтаем о своем бизнесе, о своем деле. Но наступает завтра, и мы отправляемся на работу, которая, как нам кажется, никогда не закончится. И многие молодые люди, которые только начали свой трудовой путь, думают, что они будут жить иначе. Не так, как все, не так, как их родители. Но зачастую это лишь иллюзия. К сожалению, кто-то запудрил им мозги. Кто-то сказал им, что если каждый день ходить на работу и быть хорошим исполнителем, то наступит день, когда их жизнь станет лучше. Не надо обманывать себя. Уже давно известно, что каждый сегодняшний день, прожитый, как вчера, в бездействии, приближает нас к нищете. Каждый прожитый день порождает следующий. Не стоит тешить себя иллюзией, что завтрашний день приближает нас к лучшим изменениям. Наоборот, он отдаляет, потому что просто ожидания вызывают привычку ничего не делать. Это можно сравнить с падением со 100-этажного дома. Пока мы пролетаем 50-й этаж, мы думаем, что все хорошо. Но с каждым этажом мы набираем все большую скорость. Каждый день промедления приближает нас к удару. Если ничего не предпринимать, удар неизбежен. И никто не знает, какой именно этаж сейчас пролетаете вы. Но есть люди, которые давно поняли, что происходит с их жизнью, и они решили воспользоваться очень доступной и в то же время величайшей возможностью в истории человечества. Они решили изучить семейную индустрию, вокруг которой ходит так много слухов и которая вызывает в умах людей так много противоречий. Индустрию сетевого маркетинга. И жаль тех, кто строит свою жизнь на основе слухов и советов, непроверенных фактов и мнений несведущих людей. Они сами закрыли себе дверь в лучшее будущее. И завтра их день будет таким же, как сегодня. И так будет продолжаться всю жизнь. Многих людей, интересующихся индустрией сетевого маркетинга, в самом начале всегда волнует один вопрос. Что же конкретно надо делать? В чем заключается работа сетевика? Об этом мы и расскажем вам прямо сейчас. Сетевик выполняет всего три простых действия. И первое – это создание клиентской базы. Но что это значит? Создание клиентской базы. Не значит ли это, что надо распространять какую-то продукцию? К сожалению, у большинства людей складывается именно такое представление о сетевом маркетинге. Бегать по подъездам с сумками и пытаться продать товар. Давайте выясним все прямо сейчас, чтобы больше никто не смог нас ввести в заблуждение. Первое отличие. Чем же настоящий сетевик отличается от распространителя? Задача распространителя – найти клиента любым путем и постараться продать ему максимальное количество товара. Самый простой способ поиска клиентов – это обход по квартирам. Алгоритм простой – продал товар, получил деньги. К сетевику совсем не обязательно продавать товар или услугу клиенту физически. Сетевик продает человеку новое качество жизни, которого достигнет клиент, приобретя товар или услугу у компании. Обратите внимание на то, что клиент приобретает товар не у дистрибьютора, а в компании. А задача дистрибьютора – просто рассказать о новых товарах компании и поделиться своим результатом использования данной продукции. Второе отличие. Распространители в основном продают товары к продолжительному использованию. Например, пылесос. Как часто вы покупаете пылесосы? Не часто. А электрочайники, сковороды, отвертки и так далее. Эти товары мы покупаем не так часто, как, например, косметику, витамины или стиральный порошок. Поэтому вы еще долго не увидите человека, продавшего вам товар, и через некоторое время про него забудете. А если этот продавец к вам больше не придет, зачем ему продавать вам качественный и дорогой товар? Гораздо выгоднее купить дешевый, некачественный товар и продать его вам подороже, оставив разницу себе. Но потом ему придется снова искать нового клиента. Сетевые компании реализуют товары, которые имеют свойство быстро заканчиваться, чтобы каждый месяц клиенты повторяли товарооборот. Например, косметика, БАДы, чистящие и моющие средства и так далее. Дистрибьюторам сетевого маркетинга невыгодно рассказывать о некачественной продукции, потому что в следующем месяце клиент откажется от некачественного товара. Поэтому вся продукция сетевого маркетинга имеет высокое качество, если, конечно, компания думает о своем будущем. А дистрибьюторам не обязательно все время искать новых покупателей, но достаточно иметь 5-6 постоянных клиентов и больше никого не искать. Более того, дистрибьютор сетевой компании может использовать в своей работе интернет-сайт, который 24 часа в сутки будет информировать посетителей о новых товарах и услугах вашей компании. Это и называется интеллектуальная дистрибьюция. Она кардинально отличается от физической, которой занимается распространитель. Следующее, третье немаловажное отличие – это внешний вид. Распространитель всегда ходит с большими сумками, в которых он носит товар для реализации. Дистрибьютор работает в деловой или просто аккуратной одежде, с портфелем или папочкой, в которой он носит документы, альбом истории, каталог и другие инструменты. Дистрибьютор-сетевик элегантно выглядит, и ему совсем нет необходимости носить с собой сумки с товаром. Итак, мы выяснили первую задачу сетевика – с помощью своего наставника, информационного спонсора, найти своих первых клиентов и обеспечивать их свежей информацией о товарах и услугах компании. Где и как найти своих первых клиентов? С этим меньше всего проблем. В каждой компании сетевого маркетинга существует несколько способов быстрого поиска 5-10 клиентов, среди которых и личные встречи, и групповые встречи, также интернет-сайт, работающий за вас все 24 часа в сутки. Об этом вам расскажет ваш информационный спонсор. Стоит помнить о том, что начинающий дистрибьютор никогда не работает в одиночку. На начальном этапе ему помогает его наставник – информационный спонсор. Спонсор одновременно обучает новичка всем навыкам ведения бизнеса и проводит первые встречи с его знакомыми, показывая, как это надо делать. Он и вышестоящие спонсоры заинтересованы в успехе новичка, поэтому готовы раскрыть все свои наработки и секреты. Только в этом бизнесе можно услышать от руководителя. Уважаемый коллега, чем я могу вам помочь, чтобы вы стали успешнее в нашем бизнесе? Поэтому новичка всегда поддерживают и обеспечивают всеми обучающими материалами, а также эффективными инструментами для начала этого бизнеса. Все очень просто. Второе действие сетевика – создание дистрибьюторской сети. Основной доход сетевика – это комиссионное вознаграждение от компании. Что же это значит? Вы, как обычно, рассказываете своим друзьям и знакомым о новых и качественных товарах и услугах компании. Кто-то из ваших знакомых начинает пользоваться услугами компании и покупать ее продукцию. После каждой такой покупки компания перечисляет вам комиссионное вознаграждение за то, что вы помогли ей найти нового клиента в лице вашего знакомого. Все справедливо. Вашего участия больше не требуется. Клиент напрямую обращается в компанию, а компания платит вам деньги каждый раз, когда ваш знакомый совершает покупку. И если товар или услуга компании ему понравится, он расскажет об этом уже своим знакомым. Эти люди начнут приобретать продукцию компании тоже без вашего участия. Но и за эти покупки компания будет выплачивать вам комиссионное вознаграждение в виде процента от суммы, затраченной покупателем. Таким образом, чем больше людей по вашей рекомендации и рекомендации ваших знакомых и даже знакомых ваших знакомых будут пользоваться услугами компании, тем больше комиссионных вам будет выплачивать компания. Приведем простой пример. Представьте, что за каждую покупку компания платит вам всего 10 долларов. Пусть всего 5 ваших знакомых захотят что-то купить для себя в этой компании. Это значит, что ваши комиссионные составят 50 долларов. Немного. А теперь представьте, что ваши знакомые вас повторят и тоже расскажут пятерым знакомым. А это уже 25 человек. В этом случае ваше вознаграждение составит уже 250 долларов. Посчитайте дальше сами, сколько вы будете зарабатывать каждый месяц, если эти 25 человек каждый расскажут еще пятерым своим знакомым. Число покупателей увеличится до 125 человек, а ваши комиссионные составят 1250 долларов. Хорошая новость заключается в том, что вас никто не ограничивает в количестве приглашенных людей. И вы сами можете планировать свой доход. Люди начнут пользоваться услугами и товарами компании без вашего участия. Более того, многие из них даже не будут знать вас в лицо. Это значит, что, сделав дело один раз, вы будете постоянно получать свой гонорар в виде процента от общего числа продаж всех привлеченных в вашу дистрибьюторскую сеть клиентов. Для того, чтобы вам легче было работать, компания и ее лидеры организуют специальные встречи и групповые презентации, на которых успешные сетевики расскажут вашим знакомым о всех преимуществах этого бизнеса. Также у вас есть возможность использовать специальные инструменты, например, как этот фильм, интернет и многие другие инструменты. Теперь мы выяснили вторую задачу сетевика – строить сеть дистрибьюторов, которые будут рассказывать об услугах и товарах вашей компании. А компания будет вознаграждать их и вас денежными выплатами. Это значит, что вы даете возможность людям зарабатывать деньги, делая то, что они и так всегда делают, делятся с друзьями новой информацией и дают рекомендации. Что же в этом плохого? Третье действие сетевика очень простое. Это обучение. Собственное обучение и обучение своих новичков. Те знания, которые вы получите от своих наставников, вы передадите своим новичкам. Нет ничего проще. Ваши наставники, информационные спонсоры периодически проводят различные семинары, школы, тренинги. Вот туда вы и будете приглашать своих новичков. Сегодня очень удобно обучать новичков, используя интернет. Стоит лишь подключиться к системе и в реальном режиме времени обучаться у своих наставников. Итак, третья задача сетевика – обучаться и передавать эти знания своим новичкам. Потому что вы и ваши спонсоры заинтересованы в успехе любого вновь пришедшего человека. Работа в сетевом маркетинге – командная, где все поддерживают друг друга. Успеха в сетевом маркетинге добиваются вместе. Теперь вы знаете, чем занимается сетевик в свои рабочие будни. Но не была бы работа в сетевом маркетинге такая привлекательная, если бы в нем были только рабочие будни. Вы заслуживаете гораздо большего, чем рутинная, банальная работа. Поэтому специально для того, чтобы сетевик чувствовал себя комфортно и наслаждался своей работой, придумана целая система поощрений. Это значит, что за свою работу дистрибьюторы получают признание. Это и специальные подарки – от золотого значка до квартиры или автомобиля. Это и знаки отличия. Это и продвижение по карьерной лестнице. Это путешествия в разные страны. А также эксклюзивное обучение от мировых лидеров в этом бизнесе. Словом, стиль жизни сетевика можно назвать поистине мечтой. Но не стоит забывать о том, что компания награждает добросовестных дистрибьюторов. Тех, кто действительно работает. Все по справедливости. Вознаграждение по заслугам. Нас часто спрашивают, много ли времени занимает данный бизнес. Мы с вами вправе сказать, что у нас мало времени. Что мы не успеваем сделать даже домашние дела. Порой нам кажется, что у нас нет времени даже отдохнуть. Нам некогда заниматься этим бизнесом. Конечно. Но если мы с вами так и будем продолжать жить, то времени точно не прибавится. Подумайте. У всех людей одинаковое количество времени в сутки. При этом все люди добиваются разных успехов. Кто-то концы с концами связать не может, а кто-то за меньшее время успевает сделать очень многое. В чем секрет? В этом и состоит огромное преимущество бизнеса в сетевом маркетинге. Он освобождает ваше время. Создав однажды работающую бизнес-систему, или другими словами, сеть постоянных клиентов или дистрибьюторов, вы получаете авторский гонорар, независимо от того, чем в настоящий момент вы занимаетесь. Вот тут и появляется свободное время. Но чтобы это произошло, необходимо сейчас выделить пару часов в день, чтобы начать строить ваше будущее. Многие успешные сетевики начинали этот бизнес, совмещая его со своей работой, уделяя ему всего пару часов в день. Это как раз то время, которое мы с вами проводим перед телевизором. Но просмотр телепередач не изменит вашу жизнь на лучшую и не накормит ваших детей. Так может лучше использовать это время для создания дела, которое в будущем будет приносить вам доход, даже тогда, когда вы отдыхаете или занимаетесь любимым делом. Время – это ресурс, который можно просто тратить, и тогда его как денег становится все меньше, но его можно грамотно инвестировать в создание работающей бизнес-структуры, приносящей вам прибыль и дающей больше свободного времени. Ведь созданная вами дистрибьюторская сеть будет расти и размножаться, и приносить вам увеличивающийся доход. А это, в свою очередь, вам позволит самому выбирать, чему стоит больше уделять своего времени. Много ли денег требуется для того, чтобы начать свой бизнес в сетевом маркетинге? Кто-то может сказать, «У меня вообще нет денег на это». Здесь необходимо понять, что для начала любого бизнеса требуются деньги. Другой вопрос – сколько? Мы с вами привыкли думать, что для организации бизнеса требуются солидные вложения, и совсем нет гарантии, что дело пойдет, и мы сможем вернуть свои деньги обратно. И это верное утверждение, но только не для сетевого маркетинга. Одним из преимуществ работы в сетевом маркетинге является то, что начать его вы можете с теми деньгами, которые у вас наверняка есть. Вам не потребуется закупать дорогостоящие оборудования. Вам не надо нанимать на работу персонал и платить им зарплату. У вас не будет расходов на производство, упаковку и транспортировку. Вам не потребуется оплачивать работу бухгалтера. Все это за вас будет делать компания, и причем совершенно бесплатно. Вам не нужно вкладывать десятки тысяч долларов в организацию этого бизнеса. Достаточно 300-500 долларов, чтобы получить бизнес-систему под ключ, плюс первый комплект товаров или услугу компании для себя и своей семьи. Выгода заключается в том, что в этом бизнесе нельзя стать банкротом. Вы никогда не потеряете вложенные деньги, потому что уже на первом этапе за свои деньги вы получаете высококачественные товары со значительной скидкой, которые можете либо реализовывать и получить прибыль, либо оставить себе и пользоваться ими, как обычный привилегированный клиент. Вас уже нельзя назвать обманутым вкладчиком. Но плюс к этому, вы получаете своего наставника и целую бизнес-систему, которая уже сделала многих людей в вашей компании успешными. Поэтому существует всего два исхода этого дела, и оба выгодны для вас. Либо ваш бизнес начнет развиваться и приносить вам увеличивающийся доход, либо вы получаете эксклюзивный товар или услугу компании с большой скидкой и становитесь привилегированным клиентом. Давайте взглянем на эту ситуацию с другой стороны. Если вам предложить купить новый автомобиль, Ауди или Порш, всего за 1000 долларов, при условии, что деньги необходимо заплатить уже завтра, вы воспользуетесь этой возможностью? Конечно! А бизнес стоимостью 300-500 долларов принесет вам гораздо больше, чем новый автомобиль. Люди, которые говорят, что у них нет денег на этот бизнес, просто не смогли разглядеть эту величайшую возможность в истории человечества и эту уникальную систему, сделавшую многих людей во всем мире успешными и свободными. Иногда нас спрашивают, когда я начну получать деньги и сколько? Необходимо понимать, что источников дохода в сетевом маркетинге несколько. Мы расскажем вам о двух универсальных, которые есть в любой сетевой компании, осуществляющей свою деятельность законно. Первый источник – это прибыль с клиентов, которые не захотят регистрироваться в компании и будут постоянно приобретать продукцию у вас без скидки. Вы спросите, почему они не захотят регистрироваться? Ведь это выгодно. Да, но не все это понимают. Более того, дистрибьютор покупает продукцию небольшим оптом, например, на 300 долларов. А клиенту бывает достаточно потратить 100 долларов, чтобы обеспечить себя продукцией на месяц. И сегодня у него нет желания тратить больше этой суммы. Хотя выгода очевидна. Из расходов в 300 долларов он бы получил значительную скидку. Это значит, что всегда найдутся люди, которые будут приобретать продукцию компании за 100% стоимости. Это и обеспечит вам небольшой, но быстрый денежный поток. Некоторые дистрибьюторы, используя только этот источник дохода, зарабатывают от 500 до 2000 долларов США в месяц. Второй источник – это доход от товарооборота, построенной вами в дистрибьюторской сети. Этот источник дохода является самым привлекательным, поскольку дает вам возможность получать пассивный доход. Минус в том, что в первые месяцы своей работы вы не увидите большой прибыли. Но плюс в том, что создав себе пассивный доход, вы освободите свое время и будете получать деньги, независимо от того, чем вы занимаетесь. Сеть построена и живет своей жизнью. Так ваш бизнес может перерасти в международный, поскольку у многих ваших дистрибьюторов есть друзья и родственники за границей. И вы будете вправе говорить «Я занимаюсь международным бизнесом». Но будьте готовы к тому, что вначале вас ждет небольшая прибыль. Но чем больше людей будет присоединяться к вашей команде, тем быстрее начнет умножаться ваш доход. Это можно изобразить наглядно. Озеро зарастает лилиями полностью за 30 дней. Каждый день одна лилия дает потомство в виде еще одной лилии. И если сегодня росла всего одна лилия, завтра их будет две, послезавтра четыре, потом восемь. И вот что интересно. На 29-й день озеро зарастет лишь наполовину. И всего за один, 30-й день зарастет еще половина озера. Так растет и дистрибьюторская сеть, которая в самом начале не приносит больших результатов. Но придет момент, когда удвоение сети принесет вам значительный доход. Представьте, что вы сможете приглашать в этот бизнес всего одного человека в месяц. И научите его делать то же самое. То есть приглашать в этот бизнес всего одного человека в месяц. Давайте посчитаем, сколько человек будет в вашей сети через один год. Первый месяц. Вы пригласите одного вашего знакомого. Теперь вас двое. Второй месяц. Вы пригласите еще одного. И ваш знакомый сделает то же самое. Теперь вас четверо. Третий месяц. Все четверо пригласят по одному. И вас станет восемь. Не трудно посчитать, что на четвертый месяц ваша сеть будет состоять из 16 человек. На пятый месяц из 32 человек. На шестой из 64. В этот момент нам может показаться, что сеть развивается слабо и много денег не принесет. Но наберитесь терпения. Потому что в седьмой месяц в вашей сети будет уже 128 человек. На восьмой месяц 256. Девятый – 512. Десятый – 1024. Одиннадцатый – 2048. И к концу года ваша сеть будет состоять из 4096 человек. И это лишь при условии приглашения всего одного человека в месяц. Даже если мы будем лениться, и половина нашей сети тоже не будут активны, все равно ваша сеть будет состоять из 2000 человек. Даже если из них только половина будет что-то покупать, вы будете получать комиссионное вознаграждение с 1000 человек. А это неплохие деньги. При условии, что с каждой покупки вам будут начислять по 10 долларов, ваш месячный доход составит 10 тысяч долларов. Даже если и эти люди будут работать в два раза хуже, то все равно ваш доход составит приличную сумму. Согласитесь, это неплохая прибавка к вашей зарплате. Но мы можем услышать от вас законный вопрос. У меня нет столько знакомых, где же мне взять столько людей? В этом и заключается одно из преимуществ бизнеса сетевого маркетинга. Вам достаточно пригласить в этот бизнес всего 5 человек, и они, в свою очередь, приведут целую армию, повторив вас. Таким образом, ваша сеть может расти по геометрической прогрессии. Более того, не обязательно строить сеть в рамках вашего города. Имея знакомых и родных в других городах, ваши дистрибьюторы вывезут этот бизнес за рамки вашего места жительства, расширяя его границы. Итак, если вы примете решение заняться этим бизнесом, что же вас ждет впереди? Ваше окружение и личностный рост. Что это значит? Дело в том, что ваша жизнь во многом зависит от тех людей, которые вас окружают. И если вас будут всегда окружать бедные или больные люди, то, скорее всего, вы будете таким же. Работая в сетевом маркетинге, вас будут окружать позитивные люди, настроенные на успех. Вас будут обучать успешные люди. А это значит, что через какое-то время вы станете таким же. Работа в сетевом маркетинге обеспечивает вас неограниченным пассивным доходом. Это значит, что, выполнив работу один раз, вы будете получать доход всю оставшуюся жизнь. Это можно сравнить с водопроводом. Можно каждый день ходить за водой на колодец. А можно, потратив 2-3 года, построить водопровод. И вода сама будет течь в ваш дом. Вы лишь будете по необходимости открывать кран. Признание и путешествия. Каждая компания сетевого маркетинга поощряет своих дистрибьюторов не только деньгами, но также дает возможность карьерного роста. И чем выше ваш статус в компании, тем больше бонусов и подарков вы будете получать. Многие компании поощряют своих дистрибьюторов новыми автомобилями или квартирами, а также путешествиями в экзотические места нашей планеты. Одно из самых привлекательных преимуществ сетевого маркетинга – это свобода. Свобода от начальства. У вас не будет начальника, но будет наставник, заинтересованный в вашем успехе. Свобода выбора. Вы сами будете выбирать, с кем вам работать, когда и где. Свобода от будильника. Вам не придется каждый день вставать по будильнику в 7 часов утра. Вы сами будете планировать свой рабочий график. Свобода выбора своего дохода. Теперь никто не сможет ограничить ваш доход. Вы сами поставите для себя любую комфортную для себя планку. Слишком хорошо, чтобы быть правдой? Да, мы много слышали плохого об этой индустрии. Но задумайтесь, может ли человек, не работающий в этом бизнесе, давать какие-либо советы? Можно ли судить о том, в чем мы не разбираемся? И нам с вами выбирать, у кого учиться и кого слушать – успешных или бедных и больных. Все это звучит хорошо, но какие же есть подводные камни? Ведь не может быть, чтобы все было хорошо. Да, мы должны вам сказать и о минусах этого бизнеса. И основной из них – это отказы. В обычной жизни мы не привыкли получать отказы. А в этом бизнесе 8 человек из 10 скажут «нет». Это неприятно. Но мы с вами понимаем, что это те люди, которые не смогли разглядеть величайшую возможность этого бизнеса. Они говорят «нет» не вам. Они говорят «нет» себе. Они сами лишают себя хорошего будущего. Лишают себя путешествий и свободной жизни. Они сами себе говорят «нет». Но двое из 10 скажут «да». Они смогли разглядеть в этом предложении все преимущества для себя. Для решения своих проблем. Именно с этими людьми вы вместе добьетесь успеха, используя сетевой маркетинг как величайшую возможность в истории человечества. И тогда в вашей жизни будет все отлично. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова